Немножко криминальных новостей. Пьяный мэр города на рейндж-ровере въехал в стену городской больницы. Это было самое дорогое оборудование, которое когда-либо находилось в стенах этой больницы. Да, действительно, украинская медицина переживает не лучшие времена. Итак, случай в любой районной больнице. Коллеги, 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 привет, привет, не вставайте. Ну что, посовещаемся? Совещание. Какие проблемы у нашей больницы? Ну, в седьмой палате крыша течет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, давайте мыслить позитивно. Зато теперь у них появился умывальник. И душ. Молодец, Петров. Так, в операционной у нас все стерильно? Ну, в принципе, да. Сейчас медсестра Грача выгонит, и все будет стерильно. Вот кинайте. Что у нас в реанимации делает Грач? Залетел. Ну, окна же нет. Так поставьте его. А смысл? Крыши нема. Так поставьте крышу, господи. Так, послушайте, я, честно говоря, не строитель, знаете, но походу крыша, она же на стенах как-то держится, правильно? Да как так? Как так? Ведь давече, на днях наш дорогой мэр Степан Иванович выделил деньги на строительство. Где они? Ну, выделил, да. Так мы когда от него ехали, мы эти 100 гривен на маршрутку и потратили. И на макофе. Классный был вкусный. Не такой и дорогой у нас мэр, да, получается? Ладно. Какие еще вопросы? Ну, вы же знаете, у нас через дорогу кладбище стоит. Кладбище, да, ну и что? Так вот, пациенты просят. Либо забор повыше поставить, либо могильщика попросить, чтобы они их себе не зазывали. Насчет забора это им не нас просить надо. А нашего мэра, он-то себе, он какой высоченный забор отгрохал. С любой точки города видно. Красиво. Кстати, по поводу мэра, у меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Слушайте, ну давайте с хорошей начнем. Наш мэр, Степан Иванович, выделил на ремонт краску. Слушайте, ну это здорово, очень здорово. А плохая? Краски хватило, только чтобы написать на ведре хлорк. Ну это уже хорошо. Так, давайте делом займемся. Давайте займемся. В конце концов, идите сюда. Там это, комбайнера Сидорчука привезли. Ну? А что с ним? В сейлку попал. Ну, по итогу, у нас половина поля засеяна пшеницей, половина Сидорчуком. Так что у вас теперь работа, как у Золушки, отделить зерна от Сидорчука. Все, занимаемся, занимаемся. Че стоим-то, господи? Стоп. Тихо. Отмени все разоборы. Господи боже, кто к нам приехал? Это же наш дорогой мэр Степан Иванович. Тот, благодаря кому мы тут сидим на табуретках, которые из дома принесли. Слушай, Саша, прекращай. Здравствуйте, Степан Иванович. Привет. На что жалуемся? Мне плохо, Саша. Плохо. Не видишь мэру плохо? Плохо. Че стоишь? Пошли чай пить. Пойдем, конечно. О, в смысле? В смысле чай? Скажу, плохо мне. Тихо, ты понял, понял. Не кричите только, ладно. Полечим мы вас. Чем же вас полечить-то, а? Чем-то полечить. Давай быстрее, только плохо мне. Быстрее, давай. А полечим мы вас тем, что вы исправно нам в больницу поставляли. Да, Степан Иванович? Сейчас возьмем и приложим к больному месту. А! Что, не помогает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, может, этот, может, другой надо взять просто. Сейчас к животику приложим. Оп, на, что, тоже не работает. Что-то такое, а? Что ж такое? Может, поломался, что ли? Что ж у вас вообще за условия такие? А какое финансирование, Степан Иванович? Такие у нас и условия. Саша, прекращай. Раз вы уж к нам попали, то обследуем вас, как положено, сверху донизу. Уж пожалуйста. Так сказать, от гастроскопии до колоноскопии. Кстати, с чего начнем? Да мне все равно, давай, ты уже с колоноскопии уже давай. Давайте с колоноскопии. Что это? А это вы у своего кума спросите? Он же выиграл тендер на изготовление аппаратов для колоноскопии. Тогда стоп, не надо. Тогда давайте гастроскопию. Давайте гастроскопию. Да вы что, с ума сошли? Ротик открываешь. Это не ротик, ты что? Это не ротик. Да ладно, ладно, перестаньте. Давайте рассказывайте, какие у вас жалобы. Холодно у вас тут. Отопление включите. Отопление включить не можем. Но я могу попросить санитара. Он ляжет к вам под одеялко. Мы все время так делаем. Ты, кстати, знаешь, твой санитар наркоман? Кто? Коля? Коля. Да с чего вы взяли? А потому что он подошел до меня процедуры делать. Сначала СБ шаранул, а потом ты же шпрессом хотел меня шарануть. Ну а что вы хотели? Что вы хотели? У нас денег на зарплаты санитарам нет. А Коля, между прочим, за доступ к медикаментам работает. Да на его мастерстве вся наша больница держится. Знали бы вы, Степан Иванович, какой он нам вчера аспирин сварил. Вот. В смысле вот. Я то спередно чуть не ослеп. Так у вас с глазками проблемы? Давайте проверим зрение. Закрывайте правый глаз. Это что? Таракан. Хорошо. А это что? Блоха. Правильно, поздравляю. Со зрением у вас полный порядок. Я вас выписываю. В смысле выписывайте, доктор? Да у меня жар. Ай-яй-яй. А давайте я вам окно открою. Да какое окно, ну. Ну какое окно? Ну что вы сливаетесь надо мной. Ну температуру мне померьте. Да ладно, ладно. Померяем сейчас температурку. Танечка, зайдите. Что вы пальцем в стол тычете? А это я о селекторе мечтаю, Степан Иванович. Танечка, принесите термометр. Танюш, Танечка. Спасибо, спасибо, дорогая. Спасибо. Иди, иди. Возвращайся. Вот. Это что, Танечка? Какая больница такая и Танечка, знаете ли. Держите, меряйте. Ты что, пьяный? А, действительно, что это я? Орально или ректально? Ну, судя по всему, орально. Давайте. Жиж. У меня 38,8. У меня температура. Ай-яй-яй. Может, у вас вирус, а? Может, и вирус. Тогда надо кровь на анализы сдать. Хорошо, хорошо. Сейчас возьмем кровь из вены, Степан Иванович. Возьмем. Я надеюсь, на огурцом. Да кто ж термометром кровь-то берет, а? Тем более, вы только что его съели. Не, не, не огурцом. У нас другой способ. Сейчас. Качнем. Так, где мое шило? Надо же дырку сделать, а? В смысле шило? Может, лучше под наркозом? Может, и лучше. Не знаю. Мы не пробовали. У нас наркоза-то нет. В смысле нет? Так, нет. У нас вместо наркоза собачий кайф. Собачий кайф? Собачий кайф. Это как? А вы не знаете? Смотрите. Вы 10 раз приседаете. Санитар бьет вас в грудь. В то время, как медсестра шарфиком передавливает вам горло, а потом резко отпускает, и мы получаем нужный эффект. Это что за дичь? Что значит дичь? Да это же разработка главного по здравоохранению в области. А, моего сынули? Ну да. Тогда давайте без наркоза. Как без наркоза? Как без наркоза? А как же мы вам операцию-то делать будем, а? В смысле операцию? Вы что, резать собрались? Не, резать у нас нечем. Мы вас будем рвать. В смысле рвать? Так, кусками прямо. Знаете? Это тоже разработка моего сына? Ну да. Я вас очень прошу. Доктор, пожалуйста. Ну не надо меня рвать. Что? Не надо меня ничего штрикать. Ну, давайте, не знаю, ну, ну, заработать хотя бы УЗИ для начала. И все. А аппарата УЗИ у нас тоже нет. В смысле нет? Сын же же вам должен был прислать аппарат. Так он прислал аппарат. Но фотка и в Вайбере. Кстати, тоже на три буквы. А в конце еще и добавил. Вам. Что же это такое? Да что же это такое творится? Вообще никому нельзя верить. Ну перестаньте. Я знаю, знаете, что я пашу-пашу. Я пашу-пашу. Пашу-пашу. Да ладно, ладно. А он упустил. Степанович, сделаем мы для вас исключение. Не будем мы вас рвать. Сделаем операцию как положено. Пожалуйста. Успокойтесь. Быстрее. Танечка, вы колбасу на бутерброды порезали. Нож освободился. В смысле нож? Я надеюсь, вы его хоть продезинфицируете. Разумеется. Танечка, не забудьте нож облезать. В смысле облезать? Да вы что, с ума сошли? В смысле облезать? Да ладно, дам я вам це финансирование. Дам я вам це УЗИ. Только я вас дуже прошу, будь ласка, зробіть мне хотя бы тест на коронавирус. Если у меня отрицательный теж, я піду до дому. Я здоров. Хорошо, хорошо, только не плачьте, я вас прошу. Танечка, нож уже не нужен. Принесите тест на коронавирус. Оп, а это ж не тест, это тестище прям. Давайте быстрее, давайте, как скорая. Веу, 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 веу. Тест едет, осторожно. Крутите барабан, Степан Иванович. Вы издеваетесь надо мной дальше, да? Ага. Хап! Поздравляю, коронавируса у вас нет, вы здоровы! Нет, да-да, хрен вам о нефинансировании! Пока! Молодец, Старичка! А-та, пошли!